Лолита может остаться без пенсии. Перед лицом нашего пенсионного фонда все равны и рядовые граждане и звезды. Но простые смертные закалены в борьбе за выживание, поэтому к размеру своих пенсий относятся пилософски. А вот знаменитости, столкнувшись с положенными им выплатами, изумляются. Почему так мало? Певица Лолита еще в ноябре прошлого года, когда ей исполнилось 55, сдала документы на оформление кровно заработанного денежного довольствия и до сих пор не получила ни гроша. Не парят мозг в пенсионном фонде и не могут подсчитать размер пенсии, пожаловалась нам артистка. Хотя я думаю, она не будет больше 6000 рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет. Мы обратились в пенсионный фонд за разъяснениями, неужели Лолите действительно могут назначить такую крохотную выплату, всего 6000. Это же меньше прожиточного минимума. Прожиточный минимум и пенсии – разные вещи, сообщил вам консультант ПФР. Пенсии рассчитываются индивидуально и могут быть любого размера, в том числе и 6000. Если у человека не хватает стажа, даже 3 месяцев, то ему могут отказать в назначении пенсии. Что касается подтверждения стажа, то мы сейчас никого не доставляем делать это самостоятельно. Надо предоставить нам сведения о своих работодателях, и мы сами разошлем запросы, в том числе и на Украину. Но не факт, что оттуда придет ответ.